Здравствуйте, дорогие Козероги! Я очень рада снова видеть вас на своем канале. Давайте сделаем второй прогноз и узнаем, что ждет всех людей под знаком Зодиака Козерог с 9 по 15 ноября. Поехали! Посмотрим, какая будет неделька обычная или судьбоносная. Чем вам заниматься? Так, Козероги. Поехали. О! Классные карты. Вообще очень-очень-очень мне нравятся. Итак, дорогие мои Козероги, значит, когда у нас выпадают старшие арканы, это говорит не просто нам о том, благоприятно или неблагоприятно заниматься тем или иным делом, а о том, что в принципе произойдут какие-то важные события в вашей жизни. То есть колесница, она вообще означает начало чего-то очень нового, хорошего. Например, до этого у вас был какой-то застой в чем-то, и дела не менялись. То ли вы не могли куда-то переехать, то ли вы не могли устроиться на работу, то ли никак какая-то сделка не могла совершиться. То есть что-то долго-долго-долго тянулось. Но вот пришло время перемен и новой жизни. И вот сейчас уже на этой неделе, на грядущей неделе, у вас уже совершенно по-новому будет проистекать ваша жизнь. Будет уже перемены действительно. Если это касается работы, вы можете выйти на новую работу, либо перейти в другой отдел, либо вас могут повысить, либо не повысили, но сменили ваши полномочия, сменили вашу сферу немного, да, ваше направление, вашей деятельности. Также это может означать смену вообще работы, то есть даже не в своей сфере, а вообще полная перемена профессии. В отношениях это может означать, там, вышли замуж или начали с кем-то жить. Или может означать у кого-то вы едете к родителям знакомиться. Например, всё, вы там получили предложение руки и сердца, или вы приняли решение, что на этой девушке хотите жениться, и вот вы готовы познакомить её с родителями. Карта часто означает дорогу, вы куда-то поедете. Либо познакомитесь с друзьями, либо, ну, просто об этом заявите. Даже если не поедете, может быть, вы находитесь в разных городах на расстоянии, но вы заявите об этом своим там родственникам ближайшим. В отношениях это, ну, с друзьями в смысле, да, в социуме. Это может быть знакомство с новыми людьми, с людьми, которые сыграют какую-то серьёзную роль в вашей жизни. Это могут быть очень долгие, крепкие отношения. Это может быть дружба, которую вы пролезёте через года. Это может быть просто человек, который очень серьёзно вам в жизни чем-то поможет, или с которым вы, ну, душевные долгие отношения продлите. Либо просто появится друг семьи, который, ну, не прям самый близкий душевный друг, но, в принципе, друг, которым вы можете там время вместе проводить, колясочку катать или праздники там отмечать. Ну, вот такое что-то, да. Также, значит, как я уже говорила, может дорогу означать, переезд куда-то. И на этой неделе у вас не будет никаких препятствий. Вы можете поехать. И вообще карта символизирует начало чего-то нового. Благоприятно вам начинать обучение. Также Паш Чаш, карта ученика, говорит о том, что вам благоприятно начинать обучение. И так как колесница тоже говорит о начале чего-то нового, то есть сейчас на этой неделе очень-очень-очень благоприятное время для того, чтобы начать изучать то, что вам давно хотелось, но вы никак не могли за это браться. Либо вы уже, может быть, начали на прошлой неделе что-то изучать, и вы уже в этом процессе находитесь, вот в этом новом в чём-то. И вам карты говорят, продолжайте, вы идёте туда, куда нужно, всё правильно. Так как Чаши у нас отвечают за эмоции, также благоприятно развиваться в сфере психологии, в сфере каких-то отношений мужчины и женщины, в саморазвитии, в прокачивании вашей женственности, если вы женщина, в освобождении ваших чувств, неважно, мужчина вы или женщина, именно вот в проживании эмоций, которые вы испытываете, вне зависимости от пола. Также финальная карта Туз Чаши — это очень хорошая карта, это одна из лучших карт колоды. Когда она выпадает, она говорит о том, что вас ожидают очень много положительных эмоций, просто чувства будут литься через край. Вы будете счастливы, это может быть хорошее известие, это может быть известие о том, что вы забеременели, если вы давно пытались, но не могли. Видите, как бы даже Господь посылает вам благословение свыше. То есть это часто бывает, беременность, либо излечение от какой-то болезни, либо вы долго готовились, там может быть, к ЭКО, или к какой-то операции, к серьезной, да, и вот пришло время, и теперь вы к этому готовы. Ну, часто это означает рождение ребенка, и естественным путем, да, или если вы могли, ну, вам ЭКО нужно сделать, либо еще, если вы хотели усыновить, удочерить ребеночка, то вы ждали вот подходящего, когда появится, вы можете получить известие, что вот родился ребеночек, которого вы можете себе взять, там, хороший, например, здоровенький, да, там, от хорошей мамы, вот. То есть это вот это часто означает карту. Кроме того, она означает подарки судьбы, это могут быть и какие-то счастливые известия, такие, ну, которые нельзя потрогать, да, также это могут быть финансовые какие-то радости, то есть премии какие-то, еще там, может быть, там вам муж нинжат подкинет, или любовник, или там родители вам переведут, или, как бы, кто-то долг вернет, который долго-долго не отдавали, но могут вернуть долг на этой неделе. Это может означать выигрыш, это может означать удачное стечение обстоятельств для вас. То есть мы иногда привыкли, знаете, мы ждем подарок, да, какой-то прибыль, ну, который вот ощутимый. Раз там вот у меня, я получал там всегда там 30 тысяч рублей, а вот в этом 50, и вот я ощутил эту разницу, да, или вот раз мне кто-то что-то принес, подарил там телефон. Мы так привыкли ощущать. На самом деле нет. Прибыль, ее можно ощущать даже через то, например, вам государство должно было выделить какую-то квартиру, а выделило лучше, чем вы предполагали, чем должны были получить. Или раз, например, там вы рассчитывали на одну заработную плату, вы другую получили, или должность, вы рассчитывали на одну должность, получили выше. То есть прибыль, она может быть в чем-то, ну, или, например, там, ну, очень грубый, да, там, например, например, вы собирались ребенку там что-то покупать, раз там вам подарили, или раз вы пришли за какой-то покупкой специально, там стоили там сапоги 10 тысяч рублей, вы пришли, а они 5 тысяч рублей стоят. Это тоже прибыль, то есть вы потратили меньше, чем должны были. Вот в этих аспектах тоже замечайте вот эти нюансы, вот эти подарки, и тогда ваше мировоззрение будет более позитивным. Вы будете перенастраивать свое мышление и больше замечать того, что на самом деле вам мир дает много, гораздо больше, чем вы иногда видите. Вот такой вам прогноз на неделю. Очень хороший, дорогие мои козероги, я за вас очень рада. И до встречи через недельку. Всем пока!